Экс-депутат Рады рассказал, в чем он видит отличие Зеленского от Порошенко. Радио Спотник. Экс-депутат Рады рассказал, в чем он видит отличие Зеленского от Порошенко. 15-18 РИА Новости. Стрингер, кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский. РИА Новости. Стрингер в штабе Владимира Зеленского рассказали о его планах в случае победы во втором туре выборов президента Украины. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио. Спутник прокомментировал эти планы. 8 апреля, 17.32 мнения. У Зеленского могут быть варианты и возможности по отношению к РФВ Кремле. Ответили на готовность лидера украинской президентской гонг Владимира Зеленского к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире радио Спутник. Крымский политолог Владимир Джарала отметил, что украинской стороне необходим реалистичный подход к решению проблем. Руководители избирательного штаба Владимира Зеленского рассказали о его планах в случае победы во втором туре выборов президента Украины, сообщило издание Лига.нет. В том числе, как сообщается, Зеленского интересуют прямые переговоры с российскими властями. Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Данил Гетманцев рассказали о его первых планируемых шагах на посту главы государства. Среди них привлечь Великобританию и США к нормандскому формату решения проблемы Донбасса, начать прямые переговоры с Россией при участии международных партнеров и отказаться от диалога с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР, назначить честных судей высшего антикоррупционного суда, реформировать администрацию президента и ряд других. Депутат Верховной Рады Созывов, член Президиума Союза Левых Сил Александр Голуб в эфире радио Спутник, прокомментировал заявление предвыборного штаба Зеленского. Все заявления самого Зеленского и все заявления его штаба сегодня следует рассматривать только как заявления о намерениях. Практика обещаний кандидатов в президент за последние без малого 30 лет показывает, что ни один президент ни одно из своих ключевых обещаний так и не выполнил, да и не стремился выполнить. Может быть, это касается и Зеленского, сказал Александр Голуб. Тем не менее, по его словам, есть надежда, что Зеленский будет более внимательно прислушиваться к мнению избирателей. Его отличие от Порошенко в том, что он, Зеленский, ред, хотя бы пытается это сделать. Второй момент это то, что за Зеленского голосовали люди, которые выступают по разным направлениям против политики Порошенко. Поэтому заявления, что те или иные переговоры по Донбассу вполне возможны, это слова, которые хотят слышать избиратели Зеленского. Сам Зеленский и его команда еще не успели наломать дров, чтобы их что-то сдерживало в выполнении этих вопросов. Поэтому я бы относился к подобным заявлениям с осторожным оптимизмом, заключил Александр Голуб. 2 апреля, 8.46 политолог рассказал, чего Украина может ждать от победы Зеленского. Гафраде оценили последствия победы кандидата в президенты Владимира Зеленского на выборах. Каковы его шансы на победу, и сможет ли он изменить ситуацию на Украине? В эфире радио «Спотник», предположил политолог Антон Бредихин. Продолжение следует...